всем привет решили мы снять видео необычное, скажем так необычное, тем, что ни у кого нету два данфета чтобы сравнить что мне про им рассказать рассказать есть, что естественно вот этот данфент, значит, у меня 21 года выпуска а этот 16 значит, первый вопрос почему именно данфенги? ну, первый данфент купил, потому что купил что было, то и купил, ну, чтоб не хуже а второй ну, скажем так, хотел купить себе помощника, потому что занимаемся картошкой ростим картошку и вот, чтоб у нас, скажем так осени не было мало ли, сломался трактор а нам нечем заменить, а на ремонт некогда становиться ну, вот и решили мы купить помощника ну, еще при даче решили купить фрезу купить фрезу потом подумали что ж мы купим фрезу а куда мы ее прицепим? это ж весной когда она нужна это одному прицепи сажалку потом сажалку отцепляй цепляй фрезу в общем, дурня это ну, в общем все эти факторы сложились то, что решили купить трактор ну, выбирали мы конечно разное думаю я хотел купить изначально джиму выбирал между джимой ДТЗ Данфенгом и Вайтио и фотоном ловелом то есть ловелом ну, скажем так почему получился этот хотел купить еще джиму потому что ну, во-первых можно было их сравнить тоже такого сравнения от людей которые пользуются этим ну, нету чтобы вот в одной скажем, в одной человека было и тот, и другой сказал да, вот у меня их два я ими пользуюсь я вам есть что сказать ну, в общем с джимой у меня не сложилось но почему хотел джиму? джиму хотел по той причине потому что джима по коробке скоростнее то есть она быстрее этот вот недостаток всех Данфенгом медленоватые на третьей передаче а он делится четвертую включаешь ну, блин вроде бы надо быстрее быстро ездить ну, не везде ж быстро поедешь получается, что нужно сбрасывать газ такое ощущение что, ну, вроде бы как-то вяловато ну, на третьей как бы это, ну, третья медленовато ну, не получилось у меня его купить не было их просто да и колея была передняя под 100 100% тоже не устраивало смотрели в ловала ну, скажем так я не понимаю ну, естественно я хотел трактор подешевле чем там, 6400 он стоит то есть смотрел я ловала FT красный FT-244 ну, меня не устроило во-первых я сел ну, короче после Данфенга все, что немножко попроще уже не катит уже все не то плюс чего мне еще так вот не понравилось нету нифига датчика давления масса только лампочка как в автомобиле я считаю это неприемлемо ДТЗ ну, ДТЗ ну, дороже получается ну, и он такой слишком модный мне оно не нужно смотрел еще чего в Айтео в Айтео у меня, кстати есть еще один китаец в Айтео но он без ведущего переда 20 лошади 20 или 20 нет там лошади в Айтео 200 трактор уникальнейший в качестве офигеннейший то есть все в нем ну да ну да проводка струхла за 10 лет а у этого что не струхла ну, вот классный трактор выносливыйший ну, почему не купил в Айтео 244 он был даже скажем так дешевле на пару сотен наверное был дешевле чем вот этот ну, не купил по той причине потому что вот давайте пройдем сзади по прицепному по прицепному вот это уже в новом вот такая прицепная ну, я еще ближе остановлюсь на этом а это вот старая прицепная ну, это я уже приколхозили сами оно снимается сюда снимается сюда у меня комбайн картофельный крепится а там висит вот такая фигня просто ну, как-то оно не доделано как у Шефенга хотя я ничего плохого очень офигенный трактор очень двигатели выносливые вообще беспроблемные ну, вот как бы для человека я считаю он такой деревянный ну, ну, ну можно было как-то ну, немножко скажем так для человека сделать для удобства и это ну, такое там из-за этого скажем так и не купил из-за прицепного в того же и я считаю если трактор там же например можно было купить джиму но на 200 долларов дешевле от Донфенга там будет или ходоуменьшитель реверсы вот это все я считаю так реверс мне не нужен лично для меня он мне не нужен но все что дешевле все что дешевле на 200 долларов от Донфенга выбираю только Донфенга то есть если было там дешевле там в пределах там 700 800 долларов я подумал за 200 долларов я и пах и мараться не буду так теперь давайте за трактора ну скажем так плюсы и минусы давайте сразу плюсы и минусы пока не забыл значит вот этом трактора наработка 900 моточасов 16 год ага давайте немножко по другому где покупал покупал я его на мини трактор Укр почему то есть смотрите ребята все что все что все что вы звоните Киев или около Киева это все неважно как называется там перекресток или все как там ну забыл я это все все равно все а мото космос у меня здесь написано ну хотя я покупал это все мини трактор Укр все одна контора и есть я покупал получается мини трактор Укр почему мне нравится мини трактор Укр вот мне нравится Сеня Синявич но он же заядливый шифенист шифенги у него потому что у него шифенг ну а почему можно было шифенг купить крепкий классный хороший в двух словах почему не шифенг я смотрел его ну понимаете вот смотрите вот здесь вот вот все литье это штамп это завод это видно что завод это все резко это все штампом сделано у шифенга просто из профильного уголка сделано подножки все остальное ну я не понимаю как так плюс у него все тут не сходится какие вот это конченые вот эти защелки ну да вы скажете деньги естественно деньги то есть все против Донфенга да он крепкий хороший но опять же кто поездит на джиме будет хвалить только джима кто поездит на Донфенге только Донфенга ну в общем давайте теперь же почему мини трактор Укр ну по той причине потому что мне нравится как Алексей и его еще там раньше товарищ начинал не знаю как его зовут честно ну вот я начал смотреть этих дешку пить начал смотреть эти сайты мне нравится как ребята развивают свой сайт ну скажем так болеют понимаете в воскресенье приезжает это с утра до вечера и снимают не ленятся ну молодцы естественно ну они очень серьезно продвигают свой канал респект ну и мы решили вот снять видео так как покупали у них вот решили снять ну отзыв о Донфенге пускай развивается канал всех благ ну дальше привезли заказал я его мне его привезли вопросов нету привезли это все дела все нормально дальше привезли мне значит по документам созвонился там телефон был я с женщиной спросил как чего там с документами все мне переслали документы вопросов нету пошел я ставить на учет по поводу давай же на учет как там чего там ну Сеня Синявич все это разжевал и в рот всем положил в том числе и мне посмотрел я чего-чего читаешь отзывы вот у нас столько стоит у нас там 600 гривен у нас 800 думаю ну думаю примерно там под штуку будет стоить значит смотрите вот этот рактор в шестнадцатом году стоил стоил 5400 долларов у него сидячка простая на учет я его ставил 160 гривен номера и этот вот этот я ставил в январе или подождите в феврале в начале февраля 21 года купил в январе значит стоил он 6 6 450 на учет я его ставил 250 гривен по поводу вот что разводят эксперта значит ребята по поводу эксперта новой техники эксперт не нужен вы можете зайти если вас разводят это разводон почему так заходите вы в эту инспекцию ихнюю там стенд есть и там черным по белому написано какие нужны документы для новой и для не новой если вас просят давайте денег за эксперта это все разводон там написано нет это только если уже снимаете с учета как бы не новая и тому подобное тогда нужен эксперт так что обошелся он мне 250 гривен значит давайте все рассказал у кого как почему теперь давайте по самым тракторам из достоинств скажем так я очень рад что Донфенг знаете сейчас все идет в сторону удешевления ухудшения качества весь товар такой стал сами знаете не мне вам рассказывать что все стало одноразовым вы знаете почему еще решил снять очень он меня поразил в том что он ушел в качестве дальше выше то есть тот детали которые как здесь хороши то и здесь хороши но он еще и плюс ушел такие я считаю плюс вот у меня в том Донфенге я два раза ступил на вот эту подножку она у меня нафиг отломалась ну вот загнулась туда и все здесь они вот эти за счет этих вынесли но я буду снимать все равно подножку и вот сюда буду уваривать усилитель это однозначно тут надо усилить но это мелочь дальше по резине резина у меня узкая вот смотрите вот это 900 моточасов видите передком пользуюсь естественно 900 моточасов состояние резины пофиг ей армаур или как там она называется или армаир или не знаю ну в общем резина у меня вся 9,5 на 24 широкую не беру беру для картошки в междуряде орать ну это только если орать тогда надо брать шире мне она не нужна только узкая то есть но елочка вот эта вот передняя так это у нас 6 на 16 здесь 6 на 16 одинаковая но разные наверное производители здесь получше здесь немножко така похуже но это все мелочи значит по резине резину это диски развиваем эти выворачиваю передние тоже продолжаем значит чего хотел сказать выворот вот вот этого у нового больше чем у старого то есть у старого откровенно немного так маловато выворот здесь руль выворачивается не знаю что они сделали но сделали то есть выворачивается гораздо лучше то есть больше нравится какие еще изменения произошли ну произошли изменения со сцеплением здесь стоит лепестковая однодисковая разбирал смотрел открывал здесь стоит на лапках лапки откровенно говоря задалгают потихонечку меняем 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 их меняем мы путем откручиваем крышку срезаем полотном по металлу хвостик резьбы раскручиваем то есть не разрываю то есть если лапки поменять не разрываю так меня ну с такой-то матерью но получается дальше дальше чего сказать дальше так по двигателям ну по двигателям одинаковые что там что там значит чего мне в нем не нравится в общем была одна какая была проблема была проблема вот вот этой фигни жабка вот это электронная датчик этот давление не в дугу значит всем советую пока показывают пятерку пускай показывает начнет что попало показывать надо менять здесь я поставил уже механику поставил механику наконец-то разобрался с какой у меня реальное давление получается беда в моем тракторе была изначальная ну кто ее знает так же не поймешь но получается как на холодную показывает пятерку все заводишь все нормально потом нагревается начинаешь работать в рабочих режимах даешь газ давление падает на единицу отпускаешь газ возвращается на пятерку и вот так вот постоянно с одним добрым человеком поговорил в интернете пообщались сказал что нужно менять вот этот кронштейн то есть какой-то дефект там где шарик вот это все дела то есть купили но еще не меняли то есть до конца не могу сказать поможет не поможет но вот как-то так что еще было потек сальник колеса сальник колеса потек менял один раз сальник этот но скажу вам так скорее всего ее менять не надо ну все об этом знают а я не знал сапун проверяйте как только поменял сальник собственно говоря все нормально прошел год опять потек е-мое блин мне говорят посмотри а сапун ну бля сапун же прочистили сапун и течь перестала аллилуйя работает так что проверяйте вот эту фигню чтоб оно все было в порядке ну где менять фильтр чистить фильтр этого рассказывать не буду все это прекрасно знают по поводу масла масло мосту как залили мы его раз сцедили через 50 часов отстояли и туда залили нифига не трогай уровень есть есть все до свиндот но так как тут ванная это но мне например раздельная ванна не устраивает почему потому что у меня на картофельном комбане надо подымать бункер подымать бункер масла не хватает надо ставить расширительные как умедить бачки вот это все дела ну здесь проще с этим пользуюсь значит одним я комбайн переделал там поставил кран на комбайне пользуюсь только одним это и подача и обратно все в одном значит единственное что не давайте никому как бы свой прицеп или комбайн чтобы знаете кто-то отработкой заливает в гидравлике чтобы не засрать свое да и все дела и никаких никаких проблем с тем что здесь нераздельная ванна я не вижу по навеске по навеске ну все знают что оно тут не сварное поменял вот эти вот растяжки ну не сложилось у меня с ними жить поставил юмазовские все все поехало почему тут не стоит кравик такой потому что сажали картошку а наладиться не смогли в общем быстренько все срезали приварили лишь бы быстрее 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 то есть здесь так же самое это буду выбрасывать все эти выброшу поставлю юмазовским в чем еще плюс этого ну розетка это мелочи я ничего такого не подключаю как для меня бардачок еще поставится единственное раньше зип шел железный ну ящичек для инструмента как говорится сейчас идет просто все сумочки и все значит вот обратите внимание на вот эту вот байду здесь уже вот это из улучшений вот как она амштейн пускай сделали вот такой мощный прицепное сделали ё-моё тут вот два с половиной сантиметров ну металлище конечно не для этого даже трактора ну нормально плюс вот здесь тоже ну там послабее было здесь гораздо лучше сделано щиточек этот выбрасываем он нафиг не нужен сюда ставим номер значит по поводу сидячек вот я раньше у меня там же не люксовое обычно но скажу так сиденье удобнее то хоть и нету на нем оно комфортнее здесь я немножко не умещаюсь вот оно здесь вот пролил так сделано и как-то совсем неудобно а здесь видите какая яма еще для задницы то есть ну да сидячка да разваливалась крепеж железа гайки отпадали все снимал все уварил сделал все поехало ну это лопнуло ну это такое значит что например здесь ну вот здесь обшитый руль здесь уже увы данпенг пошел уже не обшитый не принципиально согласен значит чего еще нравится не нравится не нравится вот это вот ногою сюда сцепление выжимаешь и вечного загибаешь на том я перенес его вот сюда вот вот это вот поставщики пускай на завод так и пишут надо перенести глушилку вот сюда выше тросик все ничего сложного нету сделали сделали значит что еще масло не берет значит заводится что зимой что летом одинаково чего было смотрите есть такая штука ну вот вам может показаться что вот у меня аккумулятор вот заводишь его а он как-то ну как на издыхании на издыхании все могут ну мало ли может аккумулятор нифига зарядка оказалась накрылась реле зарядка поменяли мы реле зарядки там шоколадка стоит ихняя купили жигулевскую копеечную наверное я не помню все прикрутили туда жигулевскую поменял просто клеммы переделал все поставили да и все дела то есть подходит значит чего еще из из работы из работы значит вот есть вот такой вот кран кран потока все знают его вон он тут здесь зелененький такой кран вот ну много может кто-то знает а кто-то может и не знает я например у меня например чтобы на поле поехать попырскать мне надо опрыскать с водой тянуть там 5 километров скажем так до поля я и набираю туда поднимаю верхнюю точку и кран закручиваю все кран закрутили и поехали у вас никогда не вырвет в цилиндре навески ну вот этот там поршень я так понимаю стоит манжета то есть никогда приехал открутил и работаю дальше так ну шприцевать это все это все понятно как бы по поводу фильтр вот смотрите хотя бы разница между джимой знаю шоу джимми вот здесь такие усилители приваренные у джимми вот здесь выломывает у донфенга нифига не ломает когда работаю с бывачкой ну ботвы с бывачкой значит вот тут кто-то говорит там тряпки накручивать кто-то забивает цель в трубу какие-то там леску шмеску ничего не делаю просто ребята меняйте кажд ну если сильно пыльно вплоть до каждого дня помыли поменяли и убой не ленитесь и в трубе проверяйте чтобы не нарастало там нарастает мама не горит так что ничего сложно нет например уловали мне не понравилось что здесь вот резиновая какая-то бухта как-то но я не знаю можно было тут железо значит по зеркалам зеркала тут бляха ломаются здесь все они сломаны все переломаны вот здесь вот ломается дребезжит крепеж вот там вот там такая как бы трещотка не недоработанный узел то есть ломается что еще хочу сказать ну в принципе по проводке ну это это Донфенг то же самое что и у всех раз в два года подним ногу все кончается то есть все кончается вот здесь вот эти все кончаются все как-то контакты это все ну все устранимо ну чтоб знали с проводкой ну в общем как-то так чего ну нравится мне что вот этот капот ну капот хоть и нету там рассказывают считают ребра жесткости там там же шифрен там крепежи это все обычно все ничего жесткий жесткий на лифтах на лифтах ну этот замок надо уже во всех ставить потому что эти защелки долбанные это уже давно не выход по покраске вот говорят они там не грунтованые это самое ну может другие но вот это отмойки это уже моя беда это отмойки вот вот он грунт вот она краска то есть в принципе все нормально то есть вот смотрите видите здесь же нет вот этого как и там хронштейн такой мощный сделанный а здесь вот просто на пальце но тем не менее 900 моточасов 5 лет с ним проблем никаких нет по поводу датчиков в общем уровень топлива нормально моточасы нормально давление мы поменяли амперметр нормально температуры ну в общем конч кончился сразу врезали пошли за 120 гривен купили врезали этот и поменял я то же самое я не знаю по какой причине меня тот не устроил может там как-то не подходило или как-то по-другому но поменял я вот этот сам датчик на обычный то ли МТЗовский то ли какой-то там я не знаю то ли МТЗовский или ТСОРОКОВСКИЙ все вкрутил его и досвиндос по поводу масла в двигатель заливайте чего ему хотите в принципе я 10 В40 хотите полусинтетику вы хотите минералку я не вижу просто чаще менять все меняю когда он сейчас был один и мне он один я менял значит фильтр менял раз весной в каждой а масло менял два раза в год второе перед осенью масло менял фильтр не менял но менял два раза все топливный всегда каждый год меня этот сегмент там сегмент стоит а этот фильтр одноразовый раз в два года я не смотрю там 500 моточасов там вроде пишут я не знаю меняю раз в два года даю все по поводу что еще было новый был трактор первый год это произошло такая вот беда говорят что она не только бывает в Тонфенах не только у меня значит чего было едет едет и собственно перестал ехать бук 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 и заглох в общем заключилось в чем трактористы не первый год сообразили сообразили открутили вот этот шланг а топливо не течет мы ее туда ртом даже булькнули короче наверное там что-то говорят краска какая-то не краска забивается болезнь дунули туда думали да помоем когда-то снимем да кто там что мыл все закрутили назад и до сих пор она и ездит по поводу этих ну я так подозреваю не знаю сколько там глапанап порегулировать не регулировал 900 моточасов ну наверное скорее всего для того чтобы не регулировать я его наверное продам продам почему потому что уж больно мне понравился Донфен с лепестковым сцеплением там конечно туго туговатенько здесь конечно мягко и удобно вот как-то так вот как-то так рассказал добавлю с чем они у меня работают орал я на нем плугом двухкорпусным два по двадцать ну скажем так ну орать нормально ну я считаю орать им это так ну такое может бомет получше я не знаю я считаю что орать надо большим а вот этим дофига чего можно много чего можно делать ну орать такое может там какие-то десять соточек как-то так двадцать ну и много как у меня там гектары ну нет это не выход значит чего у него с чем он агрегатируется что у меня есть значит ну копаю я комбайном комбайн у меня карлик это как бойка бойка ну только старее тянет он его на ура ни нагрузки ни пол нагрузки он ничего не чувствует кардан тыкнули подсоединили естественно щеки эти все поубирали и вперед потом лейка ну это все это такое лейка опрыскатель правда на 200 литров потому что был изначально на для юто у меня того без передка ну надо менять согласен а так бометовская сажалка бометовский культиватор грабли в общем вот такое ничего такого это значит а по поводу говорят вот там на сколько гектаров его это он обработает вам и 20 гектаров но заключается смысл в чем если вы садите картошки 20 гектаров ребята а вы успеете им выкопать потому что это история очень и очень небыстрая копать посадить опять же садить если там ну да вот говорят вот там вот этот рассчитан на столько гектаров а вы он потянет 20 гектаров легко а вы успеете посадить ну а выкопать обработать то такое дело успеете без вопросов то есть я им пользуюсь на 5 гектаров с головой не перегревается ничего ему не случается то есть запас прочности мама не горюй я думаю что много каких других тракторов ничуть не хуже но вот эти вот справляются со своим делом на урах ну вот как-то так есть еще чего добавить значит смотрите есть у тракторов говорят что вот там текут вот эти вот тут сальники типа стоят вот здесь в ступицах я так понимаю ну не в ступицах вот под них стоят сальники и текут особенно я знаю это там фенах такой есть здесь такого нет вот отработал у него понятия нету чтоб он здесь тек понятия нет значит аккумулятор ну аккумулятор заводит там проблем нету стоит родные что здесь такой самый варта что там такой варта здесь вот 4 года прошло у меня здесь антифриз залитый красный все 4 года прошло слил новую заливу то есть это эту не менял гидра не менял мосту как я говорил я не менял а здесь проверяю уровень добавляю да и все с чего добавляю ну опять же из-за того что текло я вам рассказывал так пришлось доливать так 17 ну что-то в этом роде смотрите есть еще вот такая штука я вот немного недопонимаю вот этой штуки вот здесь вот есть значит ногой нажимать блокировку так и получается надо как-то и блокировку и газ либо это ручным ну как-то как-то у меня не достает нога сюда и сюда это надо ну в общем скажу так но там где есть ручной для меня это то есть руками включать блокировку для меня более понятно по поводу боковых переключений передач ну вы знаете я садился на лавола ft244 красный он такой ну тесно как-то тесновато здесь заходишь как дерев покрытие вот кстати покрытие ну вот смотрите вот с этой стороны 4 года 800 моточасов ну ничего ему не сталось нормальное рычаг посредине да бог с ним реверса нету ну реверс нужен скажем так как ну наверное при оронке реверс нужен бы неплохо плюс реверс если бы мне бы нужен был бы в одном единственном случае когда я доезжаю комбайном копаю картошку доезжаю до конца рядка и мне нужно развернуться развернуться это ж такая непростая история у него то мне нужен бы реверс чтобы я иду на пониженной там на второй на третий я реверс выключил бы и на второй на третий сдал бы назад потому что задняя у него медленная то есть и получается как бы вот для этого реверс нужен но опять же я не считаю это критичным то есть можно обойтись так что каждый выбирает уже себе сам что ему больше нужно нужен реверс не нужен нужно боковая или не нужно мне и так хорошо я я в нем ну как бы я работаю много но я же в нем не живу все в нем энерго емкость все у него нормально все расположено мне все устраивает за какие-то недостатки я все объяснил то есть да смазывайте вот здесь вот шарик шарик под этим выключать передний мост смазывайте потому что вода туда попадает он потом приклинивает так хреново бывает включается так что вот это это и по поводу переднего привода без передка это не трактор это такое передок конечно комбайн без передка он тянуть как бы он тянет но он закапывается то есть нужен передок это это конечно без передка ничего не будет передок есть передок так что любой какой бы ни был трактор а передок есть передок так что вот так по поводу по поводу резин вот пыльников ну вот смотрите 4 сезона на месте на этих 4 сезона на месте есть у меня еще трактор Т-40 и вот это каждый божий год нет уж нормальных купить и каждый весной покупаешь осенью сгнили весной покупаешь здесь такого нет смотрите еще за радиатором он в принципе не греется трактор не разогревается до такой температуры что ну капец смотрите за радиатором выдувайте продувайте его держите его в чистоте вот так в принципе смазывайте не ленитесь смазывайте и он вам будет служить и служить и служить То есть, ну, вот как-то так. Например, мне, например, нравится, вот, знаете, есть, вот, смотрел, трактора. Вот надо ему, вот это, смотрите, это же раздвинутые колеса, это же раздвинутые. И они все равно щитком перекрывают. Знаете, как поделают? Вот здесь вот так вот заканчивается, мало, здесь все загнато. Здесь потом щиточки узенькие делают, щиток же-то узкий, пластмассовую накладочку. Это все подлетает к стеням. Так, еще один плюс, но от старого. Вот здесь мы ставили кнопку, включаешь свет, у тебя сзади включается. Здесь вот мы под низом ставили свет, кнопку поставили. Ну, так, аллилуйя, там кнопку уже сразу нам сделали. Из мелочей приятных, вот здесь вот винтик стоит у поворотов. А он, блин, и на том, и на этом, залитый воском. Ну, респект в мелочах, а респект. Так что, по поводу прочности, ну, ничего в нем не шатается. И вы ж учтите, нет уж распорки. Знаете ж, ставят других, надо же поставить распорку для того, чтобы это не шаталось. Нифига нету никаких распорок и ничего не шатается. Хоть сам садись, хоть прыгай на нем. Ну, все работает. Ну, все держит, все так, хорошо. Ну, единственное, может, хотелось бы грузы назад. Ну, как бы не уверен, ничего такого тяжелого нет. Ну, может быть. Ну, никто их ставить не будет. Ну, а так, если у вас денежка позволяет купить Донфен, ну, вы не пожалеете. Абсолютно. Единственное, что еще надо подсмазывать время от времени ручной газ, потому что, ну, вода попадает, сами понимаете. Ну, вот так, ну, как. Вот даже вот пластмасса, вот эта вот коробка пластмассовая, здесь вот как-то она уже хорошо облегает ровненько все это. В первом ставил, вот, можете обратить внимание, болты поставил, выпер, ну, человек я такой, не могу это. Вот, выпер их, потому что вот эта пластмасса была туда упавшая. То есть, ну, вот как-то такой хреноватый был пластмасс. Сейчас даже улучшился пластмасс. Ну, цена дело такое. Видите, за 4 года подорожал на 1000 долларов. Ну, а что сейчас не дорожает? Так что вот, вот, как-то так.